Звездную пыль мы стряхнули с ног, ракета летит восяком. Компания за протасов номер 3, позиционные преимущества. Цитадель Вершителя, два часа спустя. Вершитель, я несу ужасные новости. Серебрал, которого мы считали погибшим, восстал вновь. Чудовище вернулось к жизни, хоть мы не нанесли ему огромный урон. И теперь готовит уверенную ему стаю к следующему нападению. Этого я и боялся. Наивно было доверять Тосадару. Танклав нескоро забудет его гнусное предательство. Но мы не должны терять решимости. Истинным воинам-протасам не пристало нападать на беззащитных Церебралов. Нет, мы обрушим на Рой всю нашу мощь, всю нашу ярость. Вершитель, нам следует направить основные силы в провинцию Скион, захваченную зергами. Пусть чудовища познают гнев детей Айура. А претер Феникс с небольшим отрядом останется защищать Антиох от дальнейших нападений. Да хранит тебя Адун, Вершитель. Пусть враги Айура встретят быструю смерть. Уничтожать полчища зергов. В прошлой серии по совету Тосадара был уничтожен один из Церебралов. Но этот Церебрал позже воскрес. И верхушка главари протосов посчитали, что Тосадар их обманул. И якобы нет смысла убивать беззащитных Церебралов. Лучше уничтожать полчища зергов, которые действительно приносят опасность. И вот в этой миссии... Ох, мы только начали играть. На нас уже нападают. Я так понимаю, что это будет довольно-таки сложная миссия. В общем, я пошел уже одним зелотом на разведку проверить территорию. Посмотреть, что тут интересного вокруг есть. Пока копятся ресурсы. Посмотрим, что здесь происходит. Так, поставим вызов газового акселератора. И пойдем дальше, посмотрим территорию. Что же здесь такого интересного. Развеем туман войны. Кстати, знаете ли вы, что туман войны... Это вот та область, которая за пределами видимости наших юнитов... Такую стратегию придумали Близзарды как раз. И это было в игре World of Warcraft... Нет, тогда еще не было World of Warcraft. В игре Warcraft 2. В первой части тумана войны еще не было. А во второй они уже придумали туман войны. Я жажду битвы. О, зерги обнаружились. В общем, там во второй части тоже была изначально вся локация невидимая. Но ее можно было постепенно открывать. То есть не так, как здесь юнит уходит. И туман войны опять застилается. Там было, что юнит исследовал территорию и все. Она всегда осталась видимой. Ну, это было не совсем логично. И уже в следующей части Близзарды... В следующей части Warcraft'а... Близзарды сделали так, чтобы туман войны скрывался, когда союзный юнит выходит из области видимости. И Близзарды, наверное, стали основоположниками стратегий в реальном времени. Основоположники того стиля, который сейчас есть в мире. В играх с реальной... В стратегических играх реального времени. Все сейчас равняются на них. И я очень люблю компанию Близзард и абсолютно все ее игры на первом месте. На первом месте я обожаю World of Warcraft. Дальше это будет StarCraft. Хотя... На этом канале GamePortal42 еще нет ни одного видео от меня с игрой World of Warcraft. Но обязательно. Скоро это будет. Я начал уже записывать прохождение. И надеюсь, что в одну из ближайших. Может быть, даже в этом году я начну выкладывать ролики по Warcraft'у. Кстати, сейчас вышла классика. Я пробовал в нее зайти и не смог. Я стоял в очереди. То есть, вот так вот получается. Те, кто сейчас покупает подписку специально, чтобы играть в World of Warcraft Classic, они видят экран, на котором таймеры... Таймер. Вы находитесь в очереди под номером 10 тысяч, например. Вот представляете, какие там сейчас очереди. Серверов очень сильно не хватает. Очень много людей хотят в эту игру поиграть. И у очень многих людей нет такой возможности. Ну, я играю в... В обычный World of Warcraft, который развивался все эти годы. Тот Warcraft, которому уже 15 лет было в этом году. И у которого последнее обновление. Битва за Азерот. Итак, на первом месте моих самых любимых игр. У них вообще не очень много игр. Но на первом месте это World of Warcraft. На втором месте это StarCraft, который я сейчас прохожу для вас. Выкладываю и озвучиваю на этом канале. На третьем месте Диабло. У Близзарда есть еще другие игры. Это, например, Overwatch. Да. И какие-то еще. Не знаю, честно говоря. Если есть какие-то еще игры сейчас актуальны, кроме... А, еще у них есть карточная игра. Как же она называется? Хэрдстоун. Точно, Хэрдстоун она называется. Я в нее даже играл какое-то время. И она мне более-менее нравилась. В основном из-за того, что она очень близко пересекается с World of Warcraft. Там есть общий герой, общие сюжеты. Некоторые, как сказать, сюжеты обыгрываются. То есть, более интереснее проникаешь во вселенную Warcraft. Вот. И еще у них есть одна игра. Как же она называется? Heroes of the Storm. По-моему, так. Я просто знаю, что такая игра есть. Но я в нее ни разу не играл. Даже не видел, что она из себя представляет. Итого, я назвал шесть игр от Близзарда, да? Которые сейчас есть. Если еще какие-то игры есть, которые вы знаете, которые вам нравятся, то порекомендуйте мне. Когда я пройду StarCraft. StarCraft Remastered. StarCraft Remastered Brood War. Потом StarCraft 2 начну проходить. И потом я буду проходить World of Warcraft. Как вы думаете, можно ли пройти игру World of Warcraft? Я не знаю. Я думаю, что поставлю себе какую-нибудь цель. Что-то вроде получить тысячи очков достижений. Или может быть две тысячи очков достижений. Или может быть три тысячи очков достижений. И когда я эти достижения соберу, то наверное буду считать, что для себя. Что игра пройдена. Вряд ли можно получить все достижения в этой игре. Потому что игра развивается. Открываются новые локации. Новые миры, наверное, даже иногда открываются. И появляются новые достижения. То есть это получается гонка с бесконечностью. Ты пытаешься получить все достижения. Но ты не можешь их все получить. Потому что игра выпускает новые достижения, которые нужно получать. Поэтому я думаю, можно будет обойтись тремя тысячами достижений. И сюда будут входить даже те достижения, которые уже сейчас не актуальны. У меня их сейчас, я не помню сколько на моем аккаунте этих достижений есть. Потом, когда будут варкрафт, я покажу. Кстати, что-то я отвлекся. Мы здесь уже играем некоторое время. У меня уже даже есть более-менее хорошая армия. Я в левом углу открыл ресурсы. Залежи ресурсов, которые нам обязательно пригодятся. Если мы хотим захватить эту локацию, уничтожить все стаи зергов, которые здесь находятся. Мы туда пойдем. Мы там построим врата наши. Нет, врата это то, откуда появляются зелоты и драгуны. Нексус построим там. И будем там добывать ресурсы. И потом уже пойдем зачищать эту локацию. Кстати, вот я уже более-менее научился пользоваться генератором восстановлением щитов. Подзарядили чуть-чуть, ребят. И пойдем сейчас захватывать ту точку, которая слева находится в углу, которую мы будем захватывать и развивать. Кстати, в этом здании, которое я сейчас здесь поставлю, здесь есть улучшатель для зелотов. Они становятся более быстрые, более подвижные. Они быстрее прибегают к врагу и быстрее его атакуют. Тут что-то похожее есть у зергов, когда зерглингам также ставишь улучшения. И они более быстро проводят атаки. Вот. И у протасов, в общем, тоже есть такая штука. Ну, вы поняли, да? Ладно, сейчас посмотрим еще, что здесь есть. Какие интересные вещи. Мы же должны знать, где находится наш враг. О, еще одни ресурсы интересные. И тут засада. Ну, у нас здесь большой отряд. Мы легко с ними разделаемся. В общем, я нашел еще одну точку, где можно будет закрепиться. А интересно, где же зерги? Сами находятся. И я вот, кстати, подумал, может ли быть такая карта, на которой нет врагов? Что-то надо не делать. То есть, мы здесь высадились, а врага нету. Развиваться нужно. Развиваться нужно. А зачем? Как-то так. И вообще-то задумываешься, есть ли смысл существования протосом, если нет зергом. Поставили мы в цитадели Адуна улучшение для зелотов, чтобы они более быстро бегали, более быстро атаковали. И будем, наверное, зелотов качать. Ну, для атаки. Все-таки они самый дешевый унит. И мы здесь нашли еще минералы. И опять засада. Опять... О, здесь уже и зерглинги, и гидралиски уже смешанной группой. Получается, на первой точке были только зерглинги. На второй точке только гидралиски. А тут уже и такие, и всякие оказались. Вот. Что-то мне подсказывает, что... Ага. Нашел я это место. Ну, пойдем в атаку. И будем все... Проверим, так сказать, на прочность эту базу. И я так понимаю, что бета-база прочная. Много здесь. Похоже, моему отряду сейчас... Крышка. Очень много гидры. Очень много подземных... Колоний. Значит, сейчас построим новый отряд. Построим новый отряд. Ах, я же хотел... Нексус. Ну, уже хорошо то, что я знаю, где у меня есть враги. И... Сейчас буду расстраивать базу, чтобы она была более защищенная у меня. Построю больше отрядов для атаки. И уже хорошей, плотной армией пойду и уничтожу зергов. Что они прилетели ко мне домой? В провинцию Антиох. И наводят здесь свои порядки. Не должно быть такого. Это мой дом. Моя земля. Здесь должны гулять мои дети. Ничего не опасаясь. А тут зерги бегают. Ладно, вот она. Территория эта. Я думаю, моя база там разберется. На базе ребята разберутся с атакующими. Даже смотреть не буду специально. Так. Что там? Ну, обошли на всякий случай территорию, чтобы смотреть, куда... С какой стороны могут напасть. Так, посмотрим, что здесь. О, щит восстановили. Или не восстановили. Как-то непонятно. Эта штука работает на... На здание. Оно... Непонятно. На юнитов... Я разобрался, как оно работает с юнитами. Ох, летающие. Надо и с этой стороны, наверное, пару... Фотонных пушек поставить. Вот эти юниты, кстати, разведчик называется. Летающий юнит у Протоса. Они хорошо, очень хорошо стреляют по воздушным юнитам. Но, очень плохо по наземным. Поэтому, в них есть смысл тогда, когда нужно... Нужно проводить боевые действия против воздушных врагов. Воздушных противников. Недостаточно минералов. Ладно. Строим... Нексус. Отойдем... Драгунами, чтобы они не мешали. И... Подождем, наверное, пока на этой территории построится Нексус. Чтобы ничего... Чтобы... Не прошли сейчас зерги. И не навели свои порядки там. Недостаточно минералов. Ой! Недостаточный минерал. Так, зонды, которые строятся, мы, наверное, их отправим на нашу новую базу, на вторую точку, чтобы они там собирали ресурсы. У нас, в принципе, по газу нормально все идет, а вот по минералам мы испытываем явный дефицит. Нексус скоро уже будет построен, а нам, да, по минералам явный, явный, явный дефицит. Нужно подождать, пока насобирается соточка, и поставим здесь пилон, а вокруг пилона поставим фотонные пушки. Для чего? Для того, чтобы эти пушки защищали нашу новую точку, которая будет ресурсы собирать, от зергов, которые сюда придут и захотят нам дать по заднице. Ладно, пусть ребята тут собирают минералы, после того, когда они опустошат эту точку, наверное, я тогда уже их, их переведу туда. Че они? Тут все-таки эта точка защищена больше, поэтому... Что? Че? Пусть туда идут, собирают. Все будет хорошо. Так, поставим нашу первую фотонную пушку. Они будут защищать землю с этой стороны от зергов. И нужно подождать, пока собираются еще кристаллы, чтобы можно было построить больше пушек. Сейчас вот зонды подойдут и начнут сбор. Надеюсь, что у меня сразу начнется прибавка по минералам очень большая, потому что сейчас у меня по минералам просадка очень большая. Здесь мы заработали еще на одну фотонную пушечку. поставим ее рядом. Уже хоть что-то. Драгунов уже можно освободить от дежурства здесь внизу. И поставим их вверху сейчас. Вот здесь вот. Хочу сделать это для того, что если прибежит какой-нибудь... А, вот, кстати, надзиратель, если прилетит, то чтобы драгуны могли его отогнать. Вот, да? Они летят несколько штук. И они, кстати, могут прилететь с той стороны, высадить десант. А... Драгуны подаст мне сигнал об этом. В общем, пусть они там стоят. Потихоньку нервируют зерга. А я тем временем буду копить ресурсы. Буду строить больше войск. Для этого новые врата здесь построю, чтобы сразу используя двое врат строить вдвое быстрее войск. Одни войска будут строить на правой базе. Если бы ресурсов еще хватало. А одни войска будут строить на левой базе. О, кстати, там уже пришли испытывать защиту с той стороны. Ну, фотонные пушки, я думаю, с тем врагом быстро разобрались. осталось только мокрое место от того зерка. И еще пришел гидралиск. И от него тоже осталось мокрое место. О, кто-то там летающий. Они, наверное, готовят атаку на меня. И я... Хорошо, что я их заметил. Сейчас убегу, подманю их к фотонным пушкам. По фотонным пушкам сейчас их быренько покромсают. Мне, конечно, лучше, чтобы фотонные пушки с ними сражались, чем драгуны, потому что драгуны мобильные войска. А фотонные пушки привязаны к конкретной точке, собственно, к пилону, который питает их энергией. Ой, что-то зерги прям очень сильно разнервничались. Прям идут и идут в атаку. Ладно. Хотел догнать этого надзирателя, но, наверное, не буду, чтобы не попасть в засаду. Так, я теперь могу здесь строить свои отряды. И теперь буду это делать. Ой, что я тебя сюда... Что я тебя сюда прислал? Не знаю. Так, Стой тогда здесь. Стой здесь, а я здесь буду строить других зелотов. А здесь буду строить драгунов. Ох, уже этот зерк. ну ничего, скоро и на моей улице будет праздник. Скоро я приду к тебе большой армией и покажу кто хозяин на этой земле. Тем временем у меня строится улучшение для войск. так, тот драгон пустой там, как и раньше. Расставим их здесь. Может быть лучше там фотонные пушки поставить? Но лучше сделаю это попозже. Потому что хочу побыстрее построить войско и разделаться с зергом. По-моему тут два отряда. Насколько я заметил. Красные. Вот их базу я кстати заметил. И уже ее нервирую. И какие-то белосерые. Потому что я помню, что белосерые были муталиски. Которые прилетали ко мне на базу и что-то там пытались навести свои порядки. Но они об этом пожалели. Если они могут об этом жалеть, конечно, если у них есть мозг свой, собственный. Они являются они безмозглыми. исполнителями воли церебрала. Так. В общем, здесь красные, а серые наверное вот где-то в правом верхнем углу они будут. Мы сначала разберемся с красными, потому что они довольно-таки близко к нашему к нашей базе добывающей ресурсы а потом возьмемся за поиски второго врага, второго противника. Я жажду битвы. Кстати, я этого зерга лишил газа. газа он со временем истощит все свои ресурсы, а новый сборник газа построить не сможет, потому что там стоит мой драгун и он уничтожает уничтожает. В общем, с его снаряды достигают цели газовые. Так, можно сказать. Достигает газовых целей. Так, что здесь у нас улучшения все уже есть. Значит, уже наши отряды самые максимально прокаченные для этой локации. Только наверное, чуть-чуть больше войск надо. Сейчас еще один пилон. Что тут? Что тут было? Кто стреляет? Так, здесь у нас уже девять и еще строится. Скоро уже можно будет идти наводить свои порядки. Так, поставим пока здесь пушку потомную, чтобы освободить этих драгунов от стражи. Они пойдут в атаку сейчас вместе со мной. А здесь будут стоять два пилона и фотонные пушки, которые будут стрелять по этим врагам. Вот одну здесь поставим. О! И одну здесь. И сейчас еще с той стороны поставим. Там уже тоже пилон построился. мне бы сейчас не получить десант от зергов в это место. А то сейчас прилетит высадит стаю и они быстро раскромсают мои недостроенные фотонные пушки. Ладно все иди дальше. О! Полный отряд битва зовет меня. Все отправляем их в атаку и а этих драгунов будем контролить. Хотя тоже пусть идут в атаку и все уничтожают на своем пути. А там мы уже сами доконтролим все что надо. Я думаю красным ой мы тут нечаянно нарвались на на контратаку так сказать. Быстро с ними разделаемся потому что у меня два отряда я их по крайней мере по массе и тут десант получил. Неожиданно конечно они прям как будто ждали того что армия убежит отсюда и приду сюда и высадят десант. Интересный искусственный интеллект у игры как будто он следит за мной. Так какие быстрые зелоты прям все бегуны они у меня в расход наверное сейчас все уйдут. Там еще одна была сбор сборник газа еще один был. Все таки они все таки я их не лишил газового ресурса. У них была там еще одна точка добычи но уже нет ни одной и вообще я сейчас их улей уничтожу так что тут у меня получается всех зелота уничтожили остались только драгуны там еще патрулирует кто-то тоже драгуны по-моему которые не успели спуститься и пошли назад подумали что что достигли точки назначения и продвигать назад строим новые отряды сейчас мы зачистим красных зерга уничтожим их потом пойдем искать где серые так рабочие уже стоят бессмысленно наверное им уже все никто им не дает приказа они уже тупо стоят на месте не знают что делать погибнут а мы сражаясь за аюр всех их уничтожим нечего к нам кто к нам щитом придет тот на щите и уйдет уничтожим все здания на всякий случай может быть целью прохождения этой карты является то чтобы уничтожить как раз все здания зергал но пока эти здания я зачищаю там на подходе вторая армия второй отряд протасов будет ну что есть здесь еще кто-то похоже что все значит можно уходить отсюда встретиться с теми ребятами которые там патрулируют и пойдем искать серых 8 драгунов у меня осталось пусть все собираются там вверху по-моему вот здесь вот они были пусть сюда приходят и стоят ждут на этой точке подкрепления потом отсюда пойду в атаку дальше похоже что этот спуск это единственное место по которому зерги могут прийти ко мне так 8 драгунов стоит на защите отправим туда к ним зелоты построим еще новых и этого драгуна тоже отправим что здесь есть еще кто-то построил еще один тоже иди туда сейчас вы все там соберетесь и тем что есть пойдем вот так кстати перехватчики я вернее разведчики я за них забыл сейчас ими разведаем территорию чтобы знать куда бежать в атаку все-таки летать легче не нужно обходить деревья стены вот эти вот которые тут есть вот нашел нашел эту точку там еще кстати есть такие летающие бабочки не не помню как они называются которые очень большой урон наносят летающим противникам так ну что наверное сюда где-то в ту точку ха идут и всех на своем пути уничтожают и этих двоих которые не поместились в отряд тоже туда отправим ну и будем смотреть что тут получается у нас тут летающие есть сал будем потихоньку разведчиками подлетать чтобы муталис кого уничтожать быстро они хороший урон наносят по летающим противникам так шо вроде мы там уже ой промазал вроде бы мы там уже хорошо так их по это самое почистили посмотрим что здесь у нас происходит а происходит у нас там все хорошо так эй ребята стойте куда вы не надо давайте зачищайте ту же территорию я вам помогу рабочий решил мутировать мы его быстренько уничтожили опять решил мутировать да что ж такое непоседа какой ладно пусть они там стоят все уничтожают на своем пути сейчас я туда еще ребят пришлю вот он улей второго роя второй стаи рой вернее это все зерги наверное да как армия а это именно стая так подземную колонию нужно уничтожить там опять мутировал рабочий им видно очень сильно сейчас нужен газ что они решили его построить так так все похоже что там уже исход битвы предрешен осталось просто зачистить здания которые остались под контролем у этого улья сейчас мы все это сделаем я думаю уничтожить нужно только здание не обязательно конкретно всех юнитов нужно здесь уничтожить какой живучи улей она чем больше мутируется здание тем больше у него жизней появляется ну что давайте здание за зданием сейчас со всем разберемся шпиль уничтожим эволюционную камеру экстрактор газа для победы нужно все уничтожить все здания вершитель антиох надвигаются полчища зергов претер ты должен удерживать свои позиции как можно дольше сражайся храбро доблестный феникс и помни тебя хранят боги энтаро адун миссия пройдена где конец победа миссия пройдена спасибо что смотрели прохождение этой миссии на канале game portal 42 мы обязательно с вами увидимся в будущем всем удачи всем пока увидимся на канале game portal 42 а ты играй играй может быть увидишь дорогу в рай ай-яй-яй-яй а ты играй а ты играй играй может быть увидишь дорогу в рай